Жить через дорогу от учебного корпуса мечта для любого студента. Вот только общежитие у Звенигородского филиала финансового университета при правительстве России почти 60 лет. Здание 1965 года постройки не ремонтировалось минимум четверть века до этого момента. Год назад в нем начали капремонт. Его провели без отселения студентов. В настоящее время у нас проживает 115 студентов. Они размещаются на четвертом и пятом этаже. Там они живут скучно. Я надеюсь, что после завершения последних штрихов они будут жить и включая второй и третий этаж. И что у нас здесь будет? Ну будет более цивилизованно, комфортно и созданы условия. Создана для них безопасность. Современная проходная, пункт охраны с видеонаблюдением, комфортная столовая для сотрудников и учащихся. Это далеко не все, чем обновленное общежитие порадует студентов. До февраля здесь дооборудуют фитнес-зал и медпункт. Появится мебель в зонах отдыха. Но заезжать в комнаты можно уже сейчас. Захотелось все-таки создать тем, кто здесь живет, кто здесь питается, питаются здесь все ваши обучающиеся, создать условия достойные. Теперь общежитие рассчитано на 250 человек. В некоторых комнатах даже предусмотрена своя кухня. Жильцы помещений попроще будут готовить в общей кухонной зоне на этаже. По словам ректора финансового университета, в будущем в этом общежитии, возможно, будут жить некоторые учащиеся других филиалов. У учебного заведения их еще два. Они расположены в Москве и своих общежитий не имеют. Кроме того, здесь смогут разместить больше учащихся в Звенигородскую филиала. А значит, в следующем году сюда смогут поступить больше иногородних студентов. Роман Попов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».